Вы на канале Валайя. Мы продолжаем знакомство с самыми опасными, мерзкими и невероятными тварями, населяющими самые темные уголки известного пространства. В прошлых видео мы встретились лицом к лицу с ксеноморфами, арахнидами, хедкрабами и другими тварями. Сегодня на очереди, по моему скромному мнению, одни из самых ужасающих порождений тьмы – некроморфы мертвой пустоты или Dead Space. Узнаем, что они такое, откуда взялись, как размножаются, как и для чего убивают, каков их жизненный цикл и, конечно, как их убить. Недавно я задавал вам небольшую загадку на внимательность на ютубе, в инстаграме и в ВК. О чем же будет этот ролик? Многие из вас угадали, так что ищите свои имена и ники по ходу ролика. Хорошо, когда есть свои деньги. Начни зарабатывать. На авиторабота 1000 вакансий для студентов и выпускников на любой вкус. Ссылку еще в описании. Некроморфы – это мертвая форма жизни. Лишенные жалости, боли и сострадания, эти твари существуют для распространения чужеродной внеземной бактерии, которая трансформирует мертвую плоть в нечто ужасное и враждебное. Если не сильно вникать в природу и историю некроморфов, то можно подумать, что они просто очередные очень опасные зомби. Но это ошибочная точка зрения. За угрозой меньших некроморфов стоит кое-что поистине потрясающее и невообразимое, способное уничтожить всю жизнь во вселенной, превратив ее в мертвую пустоту. Это братские луны, но обо всем по порядку. Обращенные в некроморфов незамедлительно атакуют любую незараженную форму жизни с целью умерщвления и последующей трансформации. Вспышки заражения возникают там, где появляются таинственные внеземные обелиски, которые напоминают огромные дилда из ада. Их изучение открыло тайну этих строений. Обелиски засылаются на различные планеты братскими лунами, которые являются конечной, насколько это известно, стадией развития некроморфов. Они представляют из себя огромные планетарного масштабы скопления мертвой зараженной плоти, цель которых – поглощение всего живого. Все некроморфы объединены в общую разумную телепатическую сеть. Меньшие твари лишены рассудка как такового, и ими через обелиски управляют братские луны. Итак, заражение проходит в несколько стадий. Как только обелиск приземляется на планету, на которой существует жизнь, он начинает ретрансляцию сигнала, который превращает мертвую плоть в определенном радиусе от обелиска в некроморфов. На разумных существ этот сигнал влияет совсем по-другому. Он сводит их с ума, передавая в разум ужасные образы, в том числе чертежи обелисков. Делается это для того, чтобы попавшие под влияние сигнала разумные существа создавали копии обелисков, тем самым распространяя влияние сигнала на все новые и новые территории, еще больше увеличивая охват пандемии. Помимо этого, помешательство проявляется в агрессивных действиях к окружающим и к самим себе. Жертвы сигнала становятся опасны, пытаются убить всех вокруг, а заодно и себя, становясь биологическим материалом для последующего пополнения армии некроморфов. Помимо сигнала обелисков, источником заражения служит сам патоген, который распространяет различные виды некроморфов, например, заразители или рой. Как уже говорилось, непосредственно живые организмы не превращаются в некроморфов. Обычно. Сначала их нужно умертвить. Если бактерия входит в контакт с живым человеком, то он начинает испытывать психические и двигательные расстройства – кататонию, паралич, проблемы с дыханием. С другой стороны, такие расстройства могут стать причиной смерти, сделать из человека легкую добычу для других некроморфов и т.д. т.е. все же способствуют распространению инфекции. Пожирание плоти некроморфов также ведет к заражению, смерти и последующей трансформации. Зараженные трупы превращаются в некроморфов крайне быстро, а сам эффект перерождения просто ужасен. Клетки мертвого организма начинают перестраиваться, что выражается в изменении формы как отдельных органов и частей тела, так и всего организма. Внутренние органы за ненадобностью рекомбинируются в дополнительные мышцы, а кости ломаются и зачастую становятся своеобразными огромными ножами. Уже это делает некроморфов весьма опасными. Процесс перерождения занимает считанные секунды, и при этом выделяется огромное количество тепла, из-за чего кровь буквально закипает. Плот некроморфов также распространяет заразу, прирастая к полу, стенам и потолку. Она очень напоминает живую землю у зергов. Эта плоть, инжектированная непосредственно в кровеносную систему человека, запускает процесс трансформации. Некроморфы в своих видах очень многообразны. Если вы хотите узнать подробно особенности всех видов некроморфов, пишите в комменты «Давай Дед Спейс». Как я уже говорил, некроморфы убивают и распространяют инфекцию не просто так. Их конечная цель – поглотить все живое во Вселенной. Кульминацией заражения целой планеты является рождение новой братской Луны – финальной формы эволюции некроморфов. После того, как пандемия достигает достаточных масштабов, начинается схождение. Все некроморфы, вся биосфера планеты и все обелиски устремляются в стратосферу, где происходит рождение совершенного мертвого существа – братской Луны. После этого, единственной целью этого существа остается поглощение всего живого на своем пути. Все некроморфы обладают потрясающей устойчивостью к урону. То, что убивает человека, обычно не останавливает некроморфа из-за отсутствия жизненно важных органов и чувства боли. Им также не нужен воздух, чтобы дышать. Основным и самым действенным способом борьбы с некроморфами является расчленение или полное уничтожение их тел. Так как видов некроморфов огромное множество, то и ампутация – не универсальный способ, но в большинстве случаев следует отстреливать или отрезать именно конечности – руки и ноги, так как без них они становятся практически безобидными, теряют много крови и умирают. Но, повторяю, есть исключения. Лишившийся головы некроморф в большинстве случаев, напротив, не особо огорчится и продолжит пытаться вас убить. В некоторых случаях также может помочь мощный поток пламени, взрыв или электрический разряд. Но существуют виды некроморфов, которые способны быстро регенерировать потерянные конечности или попросту мутируют после потери оных, становясь еще сильнее и опаснее. В общем, некроморфы вобрали в себя все самое ужасное и смертоносное, став одними из самых или возможно самыми опасными существами во вселенной. О ком бы вы еще хотели услышать в следующих видео? Пишите в комменты и смотрите другие видосики на канале. Не забывайте включать колокольчик, а то многие подписчики пропускают новые видео. Также подписывайтесь на мой второй стримерский канал и поддерживайте баблишком, если не жалко. Ссылки в описании. Спасибо за просмотр и помните, никто не придет на помощь.